На самом деле квантовая точка это объект, ну скажем так, размерный объект, в котором наблюдаются квантовые размерные эффекты и в частности уже переходя к электронным должен сформироваться эффект уровней размера квантового. У меня есть другое определение, когда носитель заряда попадает в квантовую точку не имеет степени свободы, да, по трём осям. У вас плёнка 100 нанометров, да, плоский кусочек графена диаметром 100 нанометров, или там 45 нанометров, он же явно имеет степени свободы плоскости. И поэтому вот у вас есть существенное отличие от так называемых, одну минутку, от так называемых мелких квантовых точек, как вы их называете. Вот когда вы размеры вашей чешуйки графена приближаете к его толщине, то это как вы приближаетесь к реальной квантовой точке. А всё остальное это маленькие чешуйки графена. Со всеми же текористами. Когда исследуют квантовые точки, при, скажем так, в транзисторе выключаете при низких температурах, вот квантово-размерные эффекты наблюдаются при низких температурах, начиная с размера порядка 200 нанометров, а при более низких составе и так далее. Это один момент. Второй момент. Если мы берём, вот, собственно, графен, там вообще считается, что любой, графен любого размера можно рассматривать как квантовую точку из-за нулевой массы. Было введено, что для графена конкретно будем считать, что квантовая точка – это объект размером меньше 100 нанометров. Это прописано во многих статьях, просто было введено, чтобы вот... Всё-таки нет ясности. То есть у нас, вы говорите, что у вас порядка 20 нанометров графеновые образовались островки, разделённые фторированными стенками. Правильно я понял? А стенки идут по границам зёрен. Нет. Начинается всё с границ зёрен. По дефектам. Это то место, где проще всего. Дальше процесс развивается внутренне, скажем так, в ненарушенную область за счёт того, что с краю начинается формирование гофрировок, и они стимулируют вот дальнейшие вот эти процессы. И вся плёнка в результате фторирует. Но вот эти вот случайные форосы, это как-то зависит от качества графена? Вы на других графенах пытались сделать эксперимент? Мы пробовали на самых разных, то есть это природный графит. Я говорила, что использовали отщепление. Там несколько типов хопк, там просто очищенный графит. Есть очищенный графит, который можно расщеплять. CVD выращивали. Скажем так, пока он поликристаллический, это работает. Если перейти к монокристаллу, это вопрос. Я думаю, что работать будет, но процесс затянется. В данной точке, в чём будет хорошо. В чём будет хорошо. Это чешуйки графены размером несколько нанометров.